Добрый день! Добрый день! Знаете, очень рад видеть всех. И я уподавляю нас духовным монстрам, которые пробились через метель. И Господь обязательно почтит нас. Аминь! Давайте, знаете, что сделаем? Соседом Вашим в течение двух-трех минут подавайте, помолимся за проповедь, которая очень хороша, и чтобы Господь нас спасает. Спасибо. 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 . . . . . . . Спасибо. Иисус. Благослови. Иисус. Благослови. 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 И эту тему мы начали в среду. И я хочу, чтобы Вы понимали принцип, который здесь говорится, который соотносится с Галатом 5 глава 17 стих. Галатом 5 глава 17 стих и 2 Царств 3 глава 1 стих. «И была продолжительная расприя между домом Сауловым». Итак, дом Саула и дом Давидова. Давид все более и более усиливался, а дом Саула все более и более ослабевал. И была продолжительная расприя между домом Сауловым. Мы сказали, что это плотский человек, это тот, который не наследует Царство Божие. И также дом Давида, это наш духовный человек. И послание к Галатам в 5 главе 17 стихе. Мы с вами читаем «Ибо плоть желает противного духу». А дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. И очень интересная мысль. Я хочу, чтобы вы ее запомнили. И в последующих проповедях. Потому что мы будем с вами говорить о доме. Итак, наш дом, где мы живем. Как мы заходим в этот дом. Что у нас происходит в нашем доме. Потому что это важная часть нашей жизни. Наш дом. Аминь. Это не просто здание. Это нечто большее. Это взаимоотношение. Это Божье присутствие. Как я дорожу этим. И мне нужна мудрость по отношению к этому. Обязательно в нашей жизни. Обязательно. В жизни верующего в Иисуса Христа. Дом Саулов должен, что? Быть ослаблен. И продолжать слабеть, и слабеть, и слабеть. Ветхая греховная природа в нашей жизни должна постоянно слабеть от того, что дом Давидов все крепче и крепче. Духовный человек все крепче становится. И он набирает сам мудрость. Аминь. Вы со мной? Или вы еще в дороге? Аминь. Вы внимательны? Хорошо. И нам нужна мудрость. И наш духовный человек возрастает. И этот духовный человек все больше и больше занимает областей в нашей жизни. Пока он не воцарится над всей нашей жизнью. И мы ему отдаем все больше и больше областей в нашей жизни, чтобы там появилась мудрость. Чтобы там воцарился Царь. В данном случае мы видим с вами Божий человек Давид, но на самом деле это кто? Христос. Чтобы в каждой области на моей жизни воцарился Христос. И говорил свое слово. И чтобы у меня была мудрость. И чтобы мой дом был местом привежища, местом покоя, местом единства, местом назидания, местом, где правит Христос. Аминь. Итак, притча 9 глава. Мудрость построила дом. Притча 9 глава. Мудрость построила дом. Первый стих. Премудрость построила себе дом. И вытесла семь столбов его. Давид в 7 главе 2 царств говорит. Я хочу, Господи, построить тебе дом. А Господь ему отвечает. Ты ли построишь мне дом? Это я построю тебе дом. И мы с вами сказали. Это не только стены. И окна. И двери. И крыша. Это нечто большее. Господь говорит. Это я построю тебе дом. И мы говорим. Господи. Как ты будешь строить мой дом? И Господь говорит. Мудрость построила дом. И вытесала семь столбов. Вытесала семь столбов завершенной работы. Второе. Мудрость заколола. Премудрость заколола жертву. Это Христос. Без жертвы мы с вами не можем действовать в этой жизни. Без агнца мы с вами слабы. Без крови агнца. Давайте дальше прочтем. Заколола жертву. Растворила вино свое. И приготовила у себя трапезу. Итак, премудрость. Приготовила, построила дом. Заколола жертву. Растворила вино. И Иисус говорит, что пейте, пейте, пейте вино в мое, сок в мое воспоминание. Это моя кровь. Символ моей крови. Приготовила у себя трапезу. Это означает, что там лежит хлеб и хлеб жизни. Третье. И послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда. Искудаумному она сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное, оставьте неразумие и живите и ходите путем разума. Другими словами мы можем так сказать, что мудрость построила дом, приготовила стол и послала слуг своих. И говорит, тот кто неразумен, тот кто не может обустроить свой дом, тот кто не может наладить взаимоотношения, тот который не знает как должен функционировать дом, как должна функционировать семья, взаимоотношения мужа и жены, родителей и детей. Мудрость говорит, приходите ко мне и садитесь и слушайте. Оставьте свое неразумие. Аминь, вы со мной? Оставьте свое неразумие, живите и ходите путем разума. Ешьте мое слово, пейте мое слово, будьте внимательны. Почему? Потому что я хочу, чтобы Господь Иисус говорит, чтобы ваш дом, где вы живете, у нас сегодня тема, это мой дом. А если конкретнее, я стою перед дверьми и захожу в дом, аминь. Я стою у входа. Как я захожу домой? С каким духом я захожу домой? С какими мыслями я захожу домой? Потому что для меня то, где мы живем, драгоценное. Слушайте внимательно. 19 глава книги Бытия. Там написано, что когда Лот вышел из своего дома, когда он вышел из своего дома и запер за собой дверь, и говорит людям, которые собрались вокруг, и которые кричали, ну-ка, выведи нам этих двух людей, мы их познаем. И Лот говорит, что не делайте этого, не делайте ни в коем случае, это те люди, которые пришли ко мне в гости, и они находятся под моим покровом. И там написано, что они не стали его слушать, и они стали ломиться в дверь, чтобы проникнуть в дом. Аминь. Они стали... Кто это? Это нечестивые люди. Это грешники. Это те, которые ходят развращенными путями. Они хотели проникнуть, вломиться в дом Лота. Вы знаете, мы с вами должны четко понимать, что зло, оно не нейтральное. Оно хочет вломиться в наш дом, проломить нашу дверь. Ложь хочет проломить нашу дверь, войти в семью и установить там свои правила. Правила лжи. Или нечесть хочет вломиться в дом и войти в дом и установить там свои правила. Или зависть хочет вломиться в наш дом и установить свои правила. Или непрощение хочет поставить свой престол в нашем доме, чтобы все поклонялись ему. Или еще много-много написано Галатам 5 глава, 18-19 стих. Дела плоти известны. Дела плоти известны. Я могу вам сейчас прочитать. И это дела плоти. Это то, что хочет войти в наш дом. А наш дом с вами... Вы внимательны? Наш дом с вами место убежища. Там Христос. Там мы должны с вами спать спокойно. Аминь. Там должна воцариться... Да, он должен воцариться Христос и праведности Иисуса Христа. Там должно быть совсем другое, нежели находиться за дверями нашего дома. Итак, дела же плоти известны. 19 стих. Они сут прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство и довослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Это как люди в Содоме своим плечом налегают на дверь лота и хотят вломиться и установить свое царство в доме лота. И мы с вами должны четко понимать, что мы с вами имеем власть от Иисуса Христа. Аминь. Вы со мной? Мы не те, которые говорят, нет, мы никто, мы верующие, да, ну вот там нас незаметно нигде. Да что вы! Дух Господень, который воскресил Иисуса Христа, из мертвых находится в наших сердцах. И мы с вами царственное священство перед лицом Бога. И мы с вами имеем праведность, праведны перед Богом. И кто может осудить нас? Аминь. Почему же мы, право, почему же мы можем позволить вот эти вот дела, плоти, которые так и хотят вломиться в наш дом и установить там свое царство и свой порядок? Аминь. Вы со мной? И мы говорим, нет, Господи, обучай нас. И Господь говорит, мудрость построила дом и приглашает всех, кто понятия не имеет, что такое жизнь внутри дома, кто понятия не имеет, что такое взаимоотношения мужа и жены, родителей и детей. И мудрость говорит, давайте, приходите, глупенькие, приходите ко мне, я буду обучать вас, и вы станете, кто мудрыми? И мы станете, кто? Умники. Вчера на благовестии, вы знаете, так здорово, мне так понравилось, в Сокольниках. Там есть киоски, где всякая сечень продается, да, вы знаете? Обычно там люди стоят, и возле киосков никого нет. Я вчера посмотрел, такой замечательный киоск, вы знаете, деликатесы колбасные. Я так думаю, и женщина одна стоит. Никого, никого. Я так думаю, может подойти там, хоть толпу создать. Знаете, да, это? Да, если кто-то там тусовится, да, значит. Ну, что такое, что такое? И, значит, мы подошли к Дедене. А, ну, там хорошо. Я хотел ее призвать в свидетели. И мы подошли туда, и, значит, начали разговор, и это что у вас такое? Это здесь что у вас такое? А вы знаете, а там колбаса из медведя. Колбаса из дикого кабана. Колбаса из лося, из лосины, из косули. Там у вас простых вещей нет, я имею ввиду. Курица там, я не знаю, гуси там, поросятина, говядина. Там нет ничего. Свинины, извините. Там нет ничего. И вы знаете, мы начали разговор, и эта женщина говорит, ой, как здорово, нате-ка попробуйте это, нате-ка попробуйте это. Мы так, и раз несколько, несколько этих, знаете, да, попробую, уже неудобно мне стало. Дорогие продукты, а я ничего собирать, покупать не собираюсь. Я говорю, вы знаете, достаточно, наверное, это самое. Она говорит, да нет, недостаточно, без разницы, будете ли вы покупать, а нет, вы знаете, я ушел оттуда. Напитанный, значит, колбасой лося, лосины, да, или лососины? Лосятина. Лосятина. Значит, колбасой медведя, потом еще косули мне очень сильно понравилось. И, вы знаете, спросили, как звать, а она сказала, Галина. Ой, мы говорим, ну, Галина, все, 14 глава Евангелия от Матфея. И Иисус сказал, как бы, ветру и морю, замолкни, аминь, и наступило, что мега Галина. Она такая, я говорю, вы знаете, что означает ваше имя? Она говорит, нет, что-то там, не знаю. Мы ей, как рассказали историю, что ее имя в Библии, представляете, да, ее самую Библию сразу же подарили, загладочку на 14 главе сделали. Прочитайте, пожалуйста, и она довольна, и что? Слушайте, я не знаю, будет ли у меня еще когда-нибудь возможность медвежатины отведать, или лосятины, или косули. И, не знаю, может, кто-нибудь, а кто охотник вообще у нас? Володя, да? Володя. Володя, Володя. Володя, ты на кого? На кабанов? На всех. На всех? На всех. Что это такое? Это совсем новая жизнь у нас. Итак, мы с вами открываем, мы с вами открываем книгу «Бытие», четвертая глава. Как мы входим в наш дом. Как мы входим в наш дом. Итак, четвертая глава, седьмой стих. Вернее, шестой стих. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он увлечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним». Господь говорит Каина, я вижу у тебя проблемы в сердце. В твоем сердце есть грех. И он лежит у дверей твоих. Давайте мы используем эту иллюстрацию. Я иду домой, поднимаюсь на какой-то этаж, и кому-то не нужно вообще подниматься. И я подхожу к своей дверей. И мне нужно войти в мой дом. И Господь говорит, почему ты не поднимаешь лица своего? Почему ты огорчен? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит. И слово «грех» здесь имеет двойное значение. Это грех и жертва за грех. Это означает, слушайте внимательно, я иду домой, и я подхожу к своей двери. И если я согрешил, и если грех тяготит меня, неизвестно, мы сейчас только прочитали «Дело плоти» и еще много-много чему подобное. «Знайте, что у порога дома лежит жертва за грех». Аминь, вы со мной? У порога, у двери лежит жертва за грех. И Господь говорит, что «Господствуй через жертву Иисуса Христа, господствуй над своим грехом, исповедав его и приняв прощение и очищение кровью Иисуса Христа, и входи в свой дом не грешникам, не тем человекам, над которым давлеет грех, входи в свой дом тем человекам, которые имеют прощение и которые входят вовнутрь своего дома не для того, чтобы принести грех, который он подхватил в течение рабочего дня, а для того, чтобы принести что? Принести прощение. Я вхожу в дом, и я прощен. Мне нельзя заносить грех в мой дом. Аминь, вы со мной подумайте перед тем, остановитесь перед тем, как вы заходите в свой дом, успокойтесь, и если есть нечто, Господь говорит, подними свое лицо, подними свой взгляд, смотри прямо перед собою, исповедуй свой грех, примирись со мною, и я тебе дам прощение, и тогда ты с прощением входи в свой дом, и ни в коем случае не вноси грех в свой дом. Аминь? Потому что он заразный, потому что он воцарится, потому что он испортит все, все взаимоотношения в доме, он воцарится, и он станет повелевать в твоем доме и избавься от него, прежде чем открыть свою дверь. Аминь? Первое. Запомнили? Я понимаю, что мы с вами машинально обычно заходим в двери своего дома, но после этой проповеди все должно измениться. Аминь? Вы со мной. Слушайте внимательно, потому что дом наш с вами, дом покоя и прибежища и назидания, а не дом эмоциональных выступлений, или греха. Аминь? Или греха, который может испортить все. Закваска, которая может испортить все. Войти, и там не будет ни мира, и ни покоя, и ни хорошего сна, а будет полная, один в одном углу, другой в другом углу, не разговаривает никто ни с кем. Почему? Да потому что я открыл свою дверь без Иисуса Христа, без жертвы, без обеспечения, без того, чтобы кровь Иисуса Христа омыла меня, и я принял прощение и вошел в свой дом каким человеком прощенным, у которого есть слово к назиданию. Аминь? И также мы с вами видим в книге Левита, давайте, что подкрепляет эту мысль книга Левит. Четвертая глава, четвертый стих. Очень интересная картина. Здесь говорится, когда священник согрешил, потому что священник грешник, и мы с вами тоже грешники. Четвертая глава, давайте с первого стиха. «И сказал Господь Моисей, говоря, скажи сынам Израилевым...» Давайте третий стих. «Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву огрех». Это означает, что если священник... А кто такой священник? Это тот, который представляет народ Богу, и тот, который Бога представляет народу. Если священник... А мы с вами царство священников. Амин. Но, к сожалению, мы можем с вами грешить. И здесь говорится, если священник согрешил, то он сделал виновным весь народ. Мужчины, вы слышите меня? Вы главы семей своих. И если священник согрешил, то это означает, что вам нужно сделать что-то с этим грехом. Не приносить его домой. Стать перед дверью и исповедать свой грех. Здесь говорится следующее, четвертое. «И приведет тельца к дверям скини и собрания». Куда? К дверям скини и собрания перед Господа. И возложит руки свои на голову тельца. Это означает, я возложил руки, священник возложил руки, исповедал свой грех. Амин. Мы с вами, не нужно нам никаких тельцов, и не нужно нам никаких священников. Мы встаем перед Иисусом Христом у престола благодати и исповедуем свой грех, называем его своим именем. И здесь происходит следующее. «И возьмет священник помазанной кровью тельца и внесет ее в скинию собрания. И омочит священник перст свой в кровь и покропит кровью семь раз пред Господом, пред завесу и святилища». Как он зашел в скинию с кровью? Амин. Почему? Да потому что, когда он возложил свои руки на голову животного и исповедовал, грех был прощен. И теперь он вошел через двери в скинию какой? Прощенный, омытый. Амин. Грех остался снаружи. Я стою на страже своего дома. Пусть это жена, пусть это муж. В моем доме должен быть покой. Научи меня, Господи. Обучи меня. Мудрость говорит. Садись. Да. Садись. Я буду обучать тебя. Тогда, когда был первый пункт. Второй пункт. Книга исхода, двадцать первая глава. Двадцать первая глава. Второй стих. Если купишь раба еврея, пусть он работает шесть лет. А в седьмой пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену. Итак. Дал ему жену. И она родила его сыновей и дочерей. То жена и дети пусть останутся. У господина. А он выйдет один. Интересно, да? Жена пусть останется с детьми. А ты как зашел один, так и выходи один. Но, но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою и детей моих. Аминь. Люблю. Не пойду на волю. Шестой стих. То пусть господин его приведет его предбогов и поставит его к двери или к косяку. Куда поставит? К двери или к косяку. И проколет ему господин его ухо, шилом. И он останется рабом его вечно. Вы внимательны. Служитель. Иначе говоря, не раб, а служитель. Павел говорит, я раб Иисуса Христа. Павел говорит, я раб Евангелия, чтобы проповедовать Евангелие. Или иначе говоря, служитель. Сейчас у нас нет рабства. Аминь. Слава Богу. Тогда это обычное дело было. Но смысл в том, что раб или служитель, он служит. Аминь. Он служит. И тут он говорит, у него жена и дети появились. И тут он хозяинам говорит, все, семь лет. Или сколько? Шесть лет исполнилось, можешь. Можешь идти. А он размышляет в своем сердце. Люблю моего хозяина. Люблю мою жену. Аминь. Люблю моих детей. Да и вообще здесь меня хорошо кормят. Останусь. И когда он заявляет о своей воле, останусь вместе с тобою. Останусь вместе с тобою, как служитель в доме твоем. То тогда хозяин ему говорит, ну-ка давай ухо твое. И куда они входят? Куда они встают? Они стоят перед дверью. И он ухо своему подает. И его шилом куда? Косяку двери. Раз. И при воздиле. Это означает что? Что он остается служителем навсегда в этом доме. Аминь. Кто слышал последнюю проповедь пастора Шаллера по поводу того, как верующий едет домой после напряженного рабочего дня? Кто слышал? Поднимите руководство, да? Короче, если вы не слышали, я вам расскажу. Может быть лучше расскажу. И так верующий в Иисуса Христа, замечательный муж Божий, едет домой после продолжительного рабочего дня. Стоит в пробке, напряженное движение. И вот его мысли. И вот мысли его такие. Сейчас я приеду, и жена ужин приготовила. И у меня там душ прямой, у меня кресло есть, мой любимый напиток со льдом, да? Да, Кока-Кола. Мой любимый напиток со льдом. Я саду к телевизору. Дети все. Значит, жена должна позаботиться о них. Я саду к телевизору, на мое кресло любимое. Я возьму пульт от телевизора. Я включу футбол. И я буду, после ужина хорошего, и я буду что? Я буду наслаждаться жизнью. Вау! Аминь. Потом, через некоторое время, он начинает говорить из другого дома. Знаете, какой дом сейчас говорил? Три-четыре. Дом Саула. Аминь. Дом Саула. Говорит, я так устал. Но у меня видение есть на сегодняшний вечер. И это видение великолепное. И я включил уже жену в свое видение. И я включил детей в свое видение, если они есть. И я включил, что у меня там все чики-чики. Я приезжаю и просто отдыхаю. Хотел сказать. Просто отдыхаю. Что это? Это дом Саула. Потому что отличительная особенность Саула от Давида, это Саул был тем человеком, которому нужно было служить. Аминь. Вы со мной? Ему нужно было служить. Ему нужно было обо всем докладывать. Ему нужно было угождать. Ему нужно было говорить те вещи, которые он хочет слышать. А отличительная черта между Саулом и Давидом. Давид был служителем. И не просто служителем. Он был служителем из сердца Божьего. Аминь. И этот верующий едет. И тут по дороге, когда он стоит в пробке, берет власть в его размышления. Какой дом? Дом Давидов. И он начинает думать следующие вещи. Что я сейчас приеду домой, и я буду служителем в моем доме. Несмотря на то, какой у меня был сегодня рабочий день. Аминь. Потому что мы с вами очень быстро по дороге домой начинаем думать с вами в доме с Сауловым. Это означает, вот я приеду, и тогда, и служите мне. Накройте для меня стол. Все сделайте для меня, чтобы я лег, чтобы я взял, включил. И чтобы это было, как небеса в моем доме. Но потом переходит в другой, есть переход. Мы с вами переходим в другой дом, в дом Давида. Слушайте, который обязательно должен укрепляться. Аминь. А дом Саула обязательно должен ослабевать. Тогда наш дом будет домом покоя. И будет домом, где обитают служители, а не эгоисты. Почему? Да посмотрите на семьи сейчас. Что там происходит в обычных семьях? Там невероятно. Это просто строение квартиры, где только и существуют эгоисты, которые говорят, ты мне служи. А Господь говорит, я приколол ухо твое к двери, и ты будешь служителем Моим навсегда. У тебя нет другого выбора. Или твой Саул будет царствовать в твоей жизни. Это касается и мужей, и жены, детей, всех касается. И это касается нашего дома. Если ты, если Саул будет царствовать в твоей жизни, в твоем доме, там не будет ни покоя, ни радости, ни единства. Там будет эго, сталкиваются с эго, и никто не доволен. И лицо, и лицо мое опущено. И Господь говорит, нет, я пригвоздил ухо твое. Ты мой служитель навечно. Аминь. И я еду, и в частности этот человек едет и говорит, аминь Господи. Комфорт, ты не мой Бог. Слышал? Мой Бог намного больше, чем комфорт. Мой Бог сделал меня или делает меня зрелым верующим, в жизни которого дом Саула все больше и больше ослабевает. А дом Давида все больше и больше, что набирает силу. Духовный человек все больше и больше принимает хороших духовных решений. И я подхожу к двери своего дома, и я говорю, Господи, что бы сейчас за этим, за этой дверью не было, я вхожу в мой дом как служитель. Аминь. Потому что, ну, пастор Шагер рассказывает, что этот человек приезжает, там жена на улице со сковородкой, и в сковородке там дым валит, дети бегают непонятно, полуголые, они не слушаются. И потом еще и телевизор на доме не работает, и холодильник сломался, и этого напитка моего самого любимого, и еще кресло, это я уже добавляю, это пастор Шагер говорит, и еще кресло мое сожгли, там, я не знаю, там. И я прихожу, и тут меня встречает, что полнейший конфуз. Аминь, вы со мной? И я начинаю. А ты почему это не сделал? А ты, я-то ожидал, что вы ждете меня здесь, главу семейства. А? А глава семейства так не заходит. Глава семейства заходит с кровью Христа, прощенной, праведной. Заходит как служителем. А вы слышите внимательно. Когда я приму решение зайти в свой дом служителя, значит, что произойдет? Дух Божий оживотворит мое смертное тело, которое устало на работе, где угодно, на тренировке и так далее. Дух Святой оживотворит мое тело, даст мне энергию и любовь. И я зайду тем человеком, который поможет своей жене, который возьмет на руки своих детей, который поможет на кухне или даже сготовит ужин на кухне. Это вообще экстраординарное. Аминь. И мы говорим, нет, Господи, как-то мне не нравится это все. И Господь говорит, у тебя нет другого выбора. Я сделал тебя служителем. Ты прощенный. Приноси в свой дом мир и покой. Будь служителем там. Аминь. Прими это решение. И перестань кормить своего Саула. Лучше укрепляйся в Давиде. Пускай плод все меньше и меньше занимает областей в твоей жизни, а дух все больше и больше крепнет в твоем доме. И представляете, жена ожидает мужа, ничего не готово, да? И она думает, ну сейчас зайдет. Мне придется оправдываться. Вечер на сморку. И тут заходит муж. Такой? Первый пункт. Аминь. Второй пункт. Заходит муж совершенно с другим духом. И последнее. Конечно, можно будет продолжать дальше. Я думаю, что мы закончим с вами. Псалом 99. Кстати. Хочу обратиться к мужьяну-жену. Вы знаете, что вы должны сохранять единство и стоять друг за друга, что бы ни происходило в вашем доме. Аминь. 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 Вы двое главные в доме. Не дети. Еще раз скажу. Не дети. Вы двое главные дома. Муж и жена. И мне нравится такое отношение. Муж и жена садятся друг с другом и говорят. Принимают решение. Родной. Дорогая. Давай мы с тобой договоримся. Чтобы дети не натворили. Чтобы здесь у нас в квартире не происходило. Чтобы соседи вокруг там не говорили, не галдели. Мы с тобой вместе. Аминь. Мы с тобой сохраняем единство. Потому что если мы с тобой разругаемся, то тогда наш дом превратится в что? Иисус говорит, вертеп разбойников. Что там не будет ничего. И мы говорим, давай сделаем это. Не важно, что там сын мой или дочь сделала и так далее. Мы с тобой одно. Аминь. Мы с тобой друг за друга. Мы с тобой молимся. Мы с тобой принимаем одно и то же решение. А не то, что ребенок подошел к отцу, отец говорит, нет. А потом к маме подошел. Мама говорит, ну хорошо. Вы знаете, чем это попахивает? Это попахивает, что к Иисусу Христу грешник приходит. И Иисус говорит, нет, ты не войдешь в царство, если не поверишь в меня. Знаете, что придумали? Ну тогда пошли к маме. Правильно, да? Потому что она, мама-то, она пустит. Почему? Да потому что она, сын, погорячился немного. Но к маме-то пришли и сказали, нет. Что мы? Вы слышали? Что отец, то и мать. Аминь. Чтобы дети знали. Почему? Потому что муж и жена останутся до последнего вместе. Вы со мной? И вот это нужно сохранять. К сожалению, я наблюдаю следующее. Что нет мудрости в этом. Что дети как хотят в семье, так и ведут себя. И нарушают взаимоотношения между мужем и женой. Будьте внимательны. И справьтесь в этом. Придите вместе к престолу благодати. И поставьте точки над «и», кто здесь должен быть главным. Аминь. Псалом 99. Псалом хвалебный. Аминь. Здорово. Воскликните к Господу вся земля. Служите к Господу с весельем. Идите пред лицо Его с воскресанием. Познайтесь, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас. И мы Его, Его народ и овцы паства Его. Четвертое стих. Входите во врата Его со словословием. Во дворы Его с хвалою. Славьте Его. Благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его ведь и истина Его в рот и рот. Можно мы возьмем на эту иллюстрацию, как мы входим домой? Входите, открывайте в вашу дверь, в вашего дома, славословие Христа. Открывайте дверь вашего дома, прославляя Бога. Ибо благ Господь и милость Его вовек. Я представляю, я могу стоять перед дверью, и что-то произошло в моей жизни, и я никак не могу успокоиться, и я никак не могу быть тем человеком, который откроет дверь своего дома, и войдет туда духовный человек, войдет туда Давид. И Саул стоит здесь, и не может ничего сделать. Знаете что? Выйдите, сделайте еще один круг вокруг дома. Аминь? Сделайте еще один круг. И постарайтесь в этот круг, что? Исполнится Духом Святым. И заходить в свой дом, в свои двери. Как уже духовным человеком. Я представляю, жена стоит, что-то муж мой, что-то муж мой уже несколько кругов сделал вокруг дома. Аллилуйя! Ваш муж готовится, чтобы войти в этот дом духовным человеком, а не Саулом, который войдет, сядет на престол своего царства и говорит, скажет, ну-ка давайте, служители, служите мне. Нет, другой человек должен войти, другой должен возрастать. Аминь? Пару десятков кругов я могу нарезать. А потом захожу. Как там написано? Входите во врата его со словословием, во дворы его схвалу. Аллилуйя! Я подхожу к двери своего дома. Каким человеком? Подхожу очищенным. Прощенным, служителем, рад имеющим, радостное сердце, поклоняющийся Богу. Я открываю дверь своего дома или своей квартиры. И вместе со мной входит мир и покой, и служение, и Христос, и благодать, и прощение. А? Классы? Кто скажет, ну, не знаю, пастырь? Я привык совершенно к другому. Ваш выбор. Какой вы хотите, чтобы у вас был дом? Ваш выбор. Но Иисус говорит, я дал вам совсем другое сердце. И Дух Святой наполняет вас. Будьте теми, которые ходят в доме Давидовом. Пускай и Христос царствует. В вашем сердце, в вашей семье, в вашем взаимоотношении. Слава тебе, Господи Иисус. Спасибо за это слово. Ты сделал нас, Господи, ответственными через это слово. Как мы входим в дом свой. С какими мыслями, с каким сердцем, с каким отношением. У нас есть все, потребное для жизни, духовное и для благочестия. У нас есть все, чтобы ходить победителями. Чтобы грех был под нашими ногами. Чтобы эмоциональность была под нашими ногами. Чтобы всякое недовольство было под нашими ногами. И дела плоти были под нашими ногами. Господь говорит, я видел сатану, спавшего с небес, вот даю вам власть наступать на змей и на скорпиона. На всю вражью силу. И это не повредит вам. Спасибо тебе, Иисус, за то, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И ты намного больше всякой культуры. Ты намного больше всякого ожидания плотского и видения. Ты, Господи, созидаешь настоящий дом. И ты говоришь нам, я построю вам дом. И я построю вам дом, где будет мудрость. И где будут мудрые решения. И где будут положенные жизни. И где будет радость. И духовный человек. И если случится в этом доме несчастье, то он не разрушится, как Иисус говорит, что падение дома этого будет великим. Но в этом доме найдутся силы. И это Христос. Чтобы исцелить, чтобы поддержать, чтобы ободрить. И чтобы это было не эмоциональное решение, а решение в поклонении. Когда ты, Господи, шепчешь в наши сердца. Иди, догонишь, отнимешь, как ты сказал Давиду. Благодарим тебя, Иисус. Мы молимся, Господи, продолжай взращивать нас. Чтобы дом Саула, наш плотский человек, все больше и больше ослаблял. Был ослаблен. А дом Давида все больше и больше укреплялся. И чтобы ты произвел удивительные действия через мужей и жен, Господи, внутри домов, квартиры, Господи. И чтобы установился твой покой, твой порядок, твоя благодать, прощение, Господи, и единство во имя Иисуса Христа. Если вы не знаете Иисуса Христа, вы слышите эту проповедь, может быть, вы и не все понимаете, но то, что совершенно понятно для всех нас, и для вас также, то, что нет другого Спасителя, кроме Иисуса Христа, невозможно обойти в Царство Божие ни через кого. Иисус говорит, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Обратитесь к Иисусу, откликнитесь на Его любовь к вам, помолитесь вместе с нами в этой молитве и скажите Иисусу, «Дорогой Господь Иисус Христос, я смиряюсь перед Тобою, я иду к Тебе, я верю в Твою любовь ко Мне лично, я верю в Твой крест и воскресенье, я прошу Тебя, прости мои грехи, подари мне вечную жизнь, войди в мое сердце, обучай меня, веди меня, наставляй, Ты мой Бог и Ты мой Спаситель. Во имя Иисуса Христа я молюсь и прошу Аминь. Спасибо.